всем привет сегодня мы с вами посмотрим самую 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 лучшую историю мире историю любви императора и императрицы вот так ну что в этот наилучший день в году акшая третья в экзальтации энергии давайте будем смотреть колода алых роз новенькая моя полота кто сегодня только зашел я вчера и представляла говорила что она ко мне пришла ну что пойдем обычным сценарием естественно будем искать императора и императрицы обратим конечно же внимание какими аспектами все-таки будут показывать энергии которые будут выходить для женщины и для мужчины именно первыми но саму историю любви вашей любви для тех кто притянулся на этот расклад самая лучшая ваша история для девочек у вашем императоре для мальчиков у вашей императрицы так и только поехали буду смотреть пока по одной из карта суда начинается суд любви кого возрождение возрождение любви вот такие три первые карты боже прекрасный туз у нас здесь прекрасный туз и победа первое место здесь какие-то сложности человек прошел скорее всего именно в прошедшем времени кто бы не смотрел еще раз говорю здесь возрождение для новой жизни для новой любви для новых ощущений для того чтобы воскреснуть для того чтобы жить жить дышать потому что карта первого места карта первого места карта звезды шикарнейшая карта звезды смотреть какая звезда было больно тяжело возможно падать или большой высоты или ну знаете большая высота это тоже может быть разное потому что как человек примеру опять же я не буду пока акцентировать о мужчине или о женщине ну потому что во первых у нас еще не показалось а история уже идет то есть человек мог достичь того чего он хотел это определенная мечта определенные высоты может быть даже и карьера ну в жизни было положение скорее всего хорошего состояния и по собственной воли человек решил менять или по божьей воли или пришло время или может быть какие-то более сложные ситуации жизненные но что-то как говорят трусанула полетела а полетела по влюблённым ох по влюблённым полетела новая любовь возможно пришла в жизнь новая любовь или ощущение хочу любить или можно любить или можно ли любить или если это любовь или возможно даже я достиг достигла больших высот или каких-либо высот как я уже сказала по звезде того чего вы хотели в определенном ну вот по определенному уровню может быть кто-то хотел той же семье вот хотели хотели получили а потом когда вы в этом оказались понимаете ну что-то как-то не так что-то где-то не греет не срастается а возможно у кого-то нечаянно не гадана ну как бы нагрянула вот это ощущение любовного потока или встретили какого-то человека который скружил вам голову и вы оказались в той в том положении что как двигаться что делать а как мне вообще жить потому что желание принять эту ну как бы это ощущение или эту любовь или эту эмоцию ну как бы в свою жизнь свою жизнь тут пауза была скорее всего пауза была но помним еще что мы открываем эту ситуацию которую нам показывают и пауза длилась ну для кого-то довольно таки долго и человек сидел думал о том в состоянии ли он иллюзии или это его очередная мечта или правильно или неправильно я буду предпринимать или не буду предпринимать шаги по действию вот тут по разрушению или брошу все пойду вперед или мне оставаться на месте а возможно вопросы еще каких-то законных дел проходят ну потому что жизнь и жизнь знаете любовь любовью жизнь это жизнь 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 на жизнь тут какое-то время человек скорее всего королева жезла первая вышла девочки показалось человек но уже женщина видно скорее всего для мужчины это будет разговор о женщине которая вот так зацепила его за живое для женщину сейчас мы дойдем и для до мужчины как вам сказать вы тут в какое-то в каком-то времени но не то что под застряли хотела все похоже на то что действительно под застряли как белка в колесе жизни однообразно жизнь идет хотя я бывала я бы сказала что в принципе в принципе королева как вывод как ваша энергия вы ни в чем не нуждались ну то есть плохо по этим картам вам не было жизнь ваша должна была быть обеспечена но у каждого конечно это обеспечение на своем уровне но слава богу не показали что вы тут нет богатая женщина или женщина при успехе женщина то что женщина которая достигла своих высот да не просто это было в принципе как жизни но еще раз говорю женщина при успехе вот сегодня такая история сейчас пойдем дальше но дело в том что тут именно иерофант всплывает уже иерофант это довольно мощная энергия поэтому можно предположить то ли женщина пошла учиться набирать какие-то высоты знаний духовных знаний или повышение квалификации по ее мастерству какому-то может женщина королева жезла может открывать собственный бизнес или хотеть просто вести какое-либо свое дело еще более укрепляться но скорее всего именно на этом поприще где-то она и наткнулась как я понимаю на вот эту ситуацию которая немного или даже очень много потому что очень долго потревожила потревожила ее душу ее сердце ну как то так для мужчины скорее всего этот вопрос будет о женщине женщине здесь есть пылка здесь есть страсть здесь есть желание но и есть закрытие смотрите здесь человек как бы продолжает строить продолжает жить в том темпе или так как он привык скорее всего ну подклад продолжает работать продолжает строить свое будущее но при этом как я понимаю не открывая королевка королева кубков идет не открывая своих желаний женщина могла переходить из одного аспекта своего как бы страстного движения страстного желания когда она более на направлена на достижение целей амбициозность такая могла начать как бы уходить более глубоко в структуру любви или желание такого нежности расслабиться уйти от достигаторства до влюбиться туз жезлов паш кубков до влюбиться женщина скорее всего все больше и больше понимает что она влюбляется она зависает в этой ситуации то есть ее интересует ее положение и как я понимаю она хочет да боже что мой король кубков все держите король кубков король кубков девочки женщина зависает скорее всего так же как и мужчина интересная ситуация люди зависают друг на дружке но при этом идет через двойку пентаклей это некая игра в зависшем ситуации нормально под зависли вы себе представляете эту историю двое зависли двое болтаются вот если даже открыть ведь двое болтаются в этой хотелке и не признаются но это принципе игра некая игра что сюда выходят что сюда выходят видите друг на дружку выходят вот так и ну это в принципе можно сказать игра чувствами потому что мы не будем здесь говорить игра жизнью ну может быть у кого-то и действительно настолько сложно что задевали вопросы жизненные ну потому процессу который начал открываться первые карты я вам уже сказала что там идет возрождение и окунуться в то ощущение первого чувства или наполненного чувства то есть человек получает свою чашу вот по сути стоит у ворот ну или сын своей чашей можно так еще сказать при этом что карта женская у нас выходит вот по этой колонке карта мужской выходит все таки по этой колоде мою колонки но мы таки идем дальше и в этом в этой их зависшей карусели смотрим продолжение потому что императора с императрицей мы таки не нашли пока но смотрите человек прокладывает дорогу человек ищет дорогу причем по по повешенному и семерочки мечей это сложно это сделать потому что менять представление а возможно и жизнь как бы поняли из первой карты предстоит возможно двоим или хотя бы кому-то одному и тут как бы более по женской линии ложится то есть возможно совершенно отказаться от чего-то от кого-то или от прежнего способа мышления или даже жизни или когда надо смотреть ну понимаете бывает вот так угораздило когда о чем я хочу сказать что учила ну то есть что женщина что мужчина могли смотреть и думать о том что вам вообще по жизни нравятся другие примеры вообще другие люди или другой типаж а тут вообще как-то непонятно что это такое и тут вот эта вся ситуация с зависим в зависшей позиции для того чтобы действительно это знаете маринад определенного уровня пойди повести поболтайся пойми надо тебе вообще что-либо в этой жизни или не надо а тут у нас туз жезлов а тут у нас прекраснейший туз пентаклей вот такая роза вот ой подождите то я сейчас а то я сейчас тройка жезлов мужчина смотрит в будущее мужчина смотрит будущее так же оценивает свои перспективы или то как он может определить свою роль в этом будущем ну по обычному может не может будет не будет стянет не стянет возможно ли вообще это любовь боже что мой восьмерка кубков тут восьмерка кубков говорит о том что и пятерка кубков странные тяжелые карты пошли скорее всего и по перебо четверка кубков люди действительно застряли и могли люди убежать убежать от того чувства которое их накрывала ой самая прекрасная любовь ну что же вот так король пентаклей здесь идет ну смотрите потому что здесь рыцарь кубков король пентаклей если мы берем только аспектами десятка пентаклей то здесь явно мужчина будет задаваться вопросом стянули я действительно смогу ли я если у меня эти возможности ну как бы быть проявленным или содержать семью или хватит мне заработка или вообще могу ли я ну то есть здесь мужчина в сравнении ну как бы с очень сильно яркой женщиной может задаваться вопросом денежного характера что я могу предложить что я могу вообще предложить для создания вот чтобы быть вместе или что мне делать чтобы быть вместе тут уже пошел потому что здесь закрытие пошло пошло скорее всего эти люди на расстояние ну хотя бы возможно действительно на расстоянии по миру и еще вопрос отшельника и отшельника в любви здесь каждый несет свою любовь отдельно друг от друга но при этом призывая призывая друг друга в поле вашей жизни так здесь уже у нас королева пентаклей образовалась колесо фортуны семерка жезлов ну смотрите что можно сказать женщина если брать она проявляется тут сразу по королеве пентаклей помним еще раз что я сейчас рассматриваю в этой истории только ваши аспекты о чем я сказала в самом начале то есть все королевы и короли будут говорить о том положении в котором вы оказались здесь женщина как бы очень сильно в этом состоянии смотрите она старается укорениться при этом ну как бы в в материальном мире она тут сражается за то чтобы иметь или отстоять что-то свое или какую-то свою собственную позицию но при этом выйти на какой-то новый уровень новый уровень как ее жизни при том что она помним что она не страдает от ничего может ли это быть вопрос вдохновения может ли это быть ну к примеру начала писать книги картины стихи что-то издавать показывать себя как-то по-другому или в засвечивать подсвечивать еще как-то открывать выходить люди ну то есть вот как то так может быть но при этом с тем ну как бы я пока назову это условия чтобы каким-то образом вот эта мужская энергия потому что колесо фортуны у нас падает на этот ряд как бы ну давайте давайте девочки только без обид я все-таки скажу чтобы скорее всего наверное мужчина мог оценить ее труды ну или ее ее красоту ее возможности как она поменялась в каком направлении она идет то есть она в любом случае хочет отстоять свое достояние тем кем она является но при этом это уже более спокойный это более материальный мир ну то есть она уже как бы показывает я вот тут я уже не бегу куда-то к примеру или не убегаю я вот тут развиваюсь я вот тут опять же открываю что-то свое ну опять же это некое открытие вот тебе колесо фортуны оно крутится вот я вот тут по удаче стою возле твоих дверей может быть именно так так смотрим что дальше да колесница дальше девочки императрица девчонки таки императрица держите ну что королева пентаклей такие права потому что королева пентаклей она уже ну как бы ближе по уровню к императрице потому что она все то что чем владеют аспекты она как бы уже укореняет она это уже переводит на материальный уровень а императрица уже по сути говорит все я приехала я на своем месте я тут открываю я готова открыть верховная жрица вот это да вот это мы приехали вот это любовь так а ну-ка давай-ка плясать выходи сейчас чего-то я посмотрела и решила что со светом будет немножечко веселей наверное так хотя день 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 но вот такие вот прекрасные карты женщина скорее всего в полной в полной готовности скажем еще так по вопросу у мужской силы она более еще закрыта она не открывается но как женщина вот как женскую энергию здесь ну слушайте императрица мы приходим это полностью проработанная энергия но при этом видите как бы королева мечей куда-то у нас пока уходит пока она здесь не показалось но жрица здесь пока стоит в вопросе духовного развития может быть женщина открывается еще как я вам уже сказала тут открытие духовных тайн духовного интереса набора ее качеств возможно вопрос материнства тут будет проходить из активного в пассивное ну то есть из активного в пассивное это когда дети выросли называется тоже может быть как-то так и женщина уже может себе расслабиться и дать возможность просто ну как бы заниматься своими делами но тут у нее полная как бы полная открытая дорога можно сказать так вот все женщину вообще ограничений по сути нет для нее идем дальше а это двойка кубков смотрите солнце и король мечей слушайте женщина здесь смотрите пока энергия еще холодная ну как бы мечевая мужская энергия пока холодная но дело в том что у женщины у императрицы у жрицы хватает силы хватает знаний хватает возможностей воспламенить это счастье ну то есть передать эту энергию или притянуть возможно эту энергию к ну как бы причем быстро как говорят к себе а тут пошли мечевые карты скорее всего подождите чуть-чуть потому что очень хорошая да это очень хорошая но двойка мечей на то ли это очень быстро то ли это действительно что-то произойдет молниеносно быстро но оно чуть-чуть смотрите чтобы не было колка это может быть какая-то неприятная информация в которой надо будет разбираться или какая-то ситуация неприятная в которой тоже очутились люди к примеру даже при знакомстве или ну вот в какое-то положение которое надо будет уяснить или очень быстрая король жезлов шестерка мечей десятка что же это такое тут ваша любовь прекрасная сегодняшняя история сегодняшняя история но мужчина холостяк мужчина свободный а почему тогда показывает королем жезлов его и быстрое решение вопросов может быть подождите может это будет очень быстро и неожиданно и сейчас 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 да потому что это предложение король жезлов делает предложение по шпинтаклей маленькая девочка двойка жезлов шестерка мечей то ли человек будет на расстоянии то ли все таки какое-то предложение приехать или приеду или еду слушайте здесь вопрос того что это будет предложение неожиданности очень быстро неожиданного развития ситуации которая женщина в принципе когда оказывалось что она готова к то что женщину может поставить в тупик реально в тупик реально в тупик оказывается потому что она то воспринимала что у нее в жизни ну как бы она готова ко всему оказывается что когда мужчина поставит перед это даже не выбор волшебная история любви ну что император вот тут волшебная история любви ну что девочки наверное не как всегда не всегда так просто в историях на моем канале и даже это любовная колода ну что сойдутся две очень мощные энергии очень мощная энергия избежать этого вопроса как бы процесса сложно и невозможно скорее всего будет состояние когда мужчина будет ну вот это неожиданно заявит очень открыто или очень напористо о себе но дело в том что как-то странно женщина притом вся открытая ей начинает что-то не нравится но мы же смотрим императора императрица девочки 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 мы смотрим императора императрицу дело в том что женщине не нравится то ли поведение мужчины то ли его характер то вот чего-то ей дай не понравилось но помните пожалуйста мы смотрим ну задан вопрос был императора и императрица сейчас буду открывать дальше но дело в том что женщина по отношению к этому мужчине ставит не то что блок она отсекает она закрывает дороги она не она в полном непонимании что происходит по вопросу ее женских энергий она в полном непонимании кто притянулся и за что ей это в полном непонимании она воспринимает мужчину с его жизнью с его энергиями да он может быть чертовски привлекателен он может быть сексуально наполнен он может быть так и хочется сказать гуру от дьявола он может быть богатейшим человеком если вдруг ну или таким себя показывать тут как бы я сейчас не могу сказать насчет его состояние но дело в том что женщина почему-то показывая женщина встает в холодную позицию и поднимает меч но не то что видите в этой колоде она как бы и сам мечта ну как ой 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 ну что же такое вот это такое ну ладно начали там и вопрос хоть бери и начинай все сначала потому что потому что мы посмотрели предысторию начинается с аркана того что новая любовь или новые ощущения по вопросу любви или победа восприятия слушайте здесь для кого-то даже может быть одна любовь на всю жизнь которую вы встретили к примеру здесь может быть по этим картам я предположу что люди которые могли войти даже в семью и разбежаться разбежаться потому что очень две сильные личности очень две сильные личности обратите на это пожалуйста внимание потому что еще раз женщина более целенаправленно она амбициозна она шустрик она ей все надо она стремится к благополучию она может быть делком она может создавать бизнесы она может руководить она вот она везде а мужчина более а а мужчина как вам сказать он его начали показывать в таком амплуа когда он творческая личность он может создавать что-то писать как я сказала уже он может думать о том ну видите и он может он может творить ему надо успокоение ему надо какую-то гармонию ему надо чтобы все по течению он не будет сначала трясти пространство для того чтобы вы трусить копейку из этого пространства он скорее всего будет к тому способен чтобы эта копейка ну как бы приближалась к нему по течению но при этом он будет задаваться вопросом как мне содержать семью или как мне сделать или мне не хватает или как мне вот это написать что-либо и продать вот пусть придет вот ну понимаете у него как такового кипячения как такового кипячения нет он у него вскипают энергии только по вопросу же женщины а не по вопросу ну как бы достигаторство работы профессии я тут просто хочу еще сказать что дело в том мне такая мысль пришла чтобы этот мужчина часть сам не был обидчив или обидчив или знаете еще что для кого-то может еще так проиграться эта ситуация когда женщина слишком хороша вот мужчина смотрит и я не я не могу подступиться я не знаю как не подступиться или все мои и как бы все мои движения они как бы в промах идут ну какие-то не те я как бы не так выгляжу предложение ну тут идет все равно разочарование у женщины так ладно что это за история то такая любовная история красивая любовная история я думала у нас будет вот такая сладкая сладкая сегодня история спасибо белая карта сладкая история и о чем я должна спросить тогда хорошо если они проходят по первой карте сейчас у нас идет ситуация победы после того в чем давайте так тогда хорошо давайте тогда мы спросим в чем в чем действительно вот тут для этих людей открывается это победа мы же еще раз напоминаю девочки мы смотрим о вашей идеальной любви мужчина император женщина императрица у вашей идеальной любви так было так был поставлен вопрос поэтому вот эти прения трения препятствия непонимания невосприятия она все как бы должно уйти в жизни в принципе даже в сказках по-моему и то так не бывает ну розовые очки рано или поздно все равно слетают особенно первый месяц максимум может быть когда люди часто встречаются они хотят очень друг другу понравится и показывают себя только с лучшей стороны но рано или поздно все равно приходят будни и когда идут эти будни люди начинают открывать очень интересные истории в отношении друг дружки и вот тогда пройдет ли испытание это чувство ваше это любовь а каждый каждый несет в своих закромах очень много разных и совершенно иногда нелестных историй насколько мы можем примириться насколько мы можем понять насколько мы можем воспринимать насколько мы можем поддерживать и так дальше ну что смотрим что прошли люди по вопросу суда ну вот она эта восьмерочка не хочу видеть не понимаю сложно мне сложно боже как мне сложно мне страшно не того я ждала боже какие слушайте у этого мужчины дьявольская энергия или очень сильная энергия может быть он куратор какой-то или чей-то ну может быть он сам по себе такого состава характера знаете как ну да ладно пока не буду все-таки о характере говорить мне кажется что это все-таки по энергиям так что давайте да эти карты у нас заложились все равно вместе это женская сексуальность и мужская сексуальность и женская и мужская сила мужчина давит мужчина агрессирует мужчина может проходить ну смотрите по этой карте я скажу вам так как мужчина может мыслить на войне все средства хороши я иду к своей цели я могу все потому что мне разрешено потому что я мужчина я сижу на своем тут троне возможно он действительно при власти какой какой-либо понимаете для кого-то это будет очень большая власть для кого-то это будет я не знаю маленькая власть в родне к примеру ну или в каком-то там его хозяйстве или еще но в любом случае человек в своем ой даже если бы в корыце он все равно будет чувствовать себя там в своей власти он будет это ну как бы этим давить а женщина у нее мягкая сила при том она смотрите я не вижу чтобы женщина здесь спешила лезть на рожон как бы чтобы женщина здесь старалась тягаться видите как нам показали что женщина в своем открытии прошла процесс когда она стремилась к чему-то двигала вот такая амбициозная а потом она вошла в более мягкую структуру и вот только потом когда она открыла все больше больше все как бы мощь своих женских энергий свою притягательность вот на этой стадии ей встречается ну как бы энергия мужская приходит и она наверное в том моменте не совсем не совсем понимает или не воспринимает или с другой стороны она может страдать или говорить за что мне это не такого мужчину я ждала или зачем мне это чудище юдище вообще сдалось вообще красавица и чудовище о между прочим красавицу и чудовище я снимала на этих жизненных историях вот это где-то такое проходит вот за что мне это что это за чудовище такое вошло в мою жизнь что мне с этим чудовищем делать как мне его усмирять или вообще вопрос зачем мне его усмирять вот как-то так и вот туз мечей здесь вопрос того что отказ женщина пошла вот потерянная потерянная любовь здесь женщина или отказалась от любви но вот что бы она не увидела или не прожила потому что говорю эти истории могут быть о том что кто-то в начале истории кто-то уже даже в конце или в середине ну как-то как-то так потому что зачем мне этот выбор зачем мне это такая любовь эту любовь я ждала зачем мне вот это напряжение я хотела тихой спокойной жизни или жизни полной радужных цветов или вот этого льва такого милого который будет там за моей спиной вот как-то так меня оберегать и я такая вот такая вся такая красивая буду опираться на него а тут какой-то с рогами вылез и что мне с этими рогами делать а вопрос чтобы обламывать их ну как-то у женщины нету интереса на данный момент видите нам историю показывают что вот этот процесс своего проявления в мужском обществе для женщины он ею уже как бы пережит ее уже не интересуют мужчины с рогами может исчезли ну как-то так потому что сначала показали королеву жезлов потом королеву кубков потом ее аспект королева пентаклей да все может быть потому что как я вам уже сказала женщина могла пойти в духовное развитие женщина могла вырастить детей для кого-то потому что так ложилась императрица а потом жрица жрица уже может выходить в вопрос как бы свободной женщины но матери даже так понимаете поэтому какой-то опыт женщина прошла но она как бы ну нет ну нет закрываюсь я ну не хочу я вот больше вот таких каких-то страстных историй женщина не дает возможности открыть вот оно закрытие в принципе но при этом эта история должна была случиться что можно еще сказать что эта история у вас движется и эти рыцари идут они должны были пройти по вашей жизни потому что это прошлая история прошлых воплощений история и здесь та любовная которая да вы должны были ее прожить так или иначе одни одни рыцари потому что это движение ваше по жизни оно открывает вам новые новые ваши возможности когда вы это осознаете когда вы это отпустите когда вы это проживете когда вы поймете скорее всего что в жизни есть разное что вам же делать с этим может быть тут вопрос какого-то ох ты таки башня хотела сказать что может быть тут какое-то дружеское состояние когда люди будут дружить нет нет не будет этого не будет возможно люди старались выйти из такого положения но нет они пошли через разрушение и вопрос ухода императрица скорее всего ушла женщина скорее всего ушла женщина ну хорошо ушла та женщина а возвращение то в чем соль в чем суть неужели что это победа но мы же смотрим на императора с императрицей здесь новый туз любви новый туз любви возможно вы преодолели какую-то свою прошлую программу так белая карта а ну девочки может вы тут с историей может такие дни у нас интересные и просто показывают вашу давнишнюю историю по воплощениям что развязывали что ли кармический узел отпустили мужчину вообще во своя си с его этими энергиями бычьими рогами что ли трансформация таки все равно ничего подобного потому что это зеркало это рефлексия что-то вы что-то вы как бы ему отобразили все его великолепия его рогов скажем так вы ему отобразили все его великолепие это мужчина может быть еще вопрос что он закрыт в доме каком-то или в своем пространстве как на трансформацию что он оказался в каком-то замкнутом пространстве но это знаете может быть такое замкнутое пространство дом работа дом работа вообще никуда не хожу вообще никуда не смотрю потому что у меня вообще сил нет просто нет и в это время в это время проходят вот это вот эти трансформационные процессы понимания поймите императрица императрица дает возможность открыть и понять мужской энергии через вот такое его ну как бы владение мужчина по дьяволу он думает ну как бы он он чувствует это это он знает он может действительно он владеет процессом он как бы над этим процессом потому что он вырос и он понимает всю низменную природу как бы он знает как этим руководить но при этом когда у него на пути императрица женщина это это сама девственная чистая природа притом это аркан силы женщина по силе женщина которая в состоянии не вовлекаться в его грязные игры она видит это она открывает тем более что возле женщину нам показали еще и жрицей женщина которая открывает в себе духовную составляющую то есть мужчина и так и этак со словами и без слов наломал немало веток ну как то так когда они вышли чего то я эту историю по моему сегодня подзатянул что там ой а там уже и так очень много девчонки ну подзатянул вот как то вот какую историю нам рассказывают в чем победа в чем победа и сейчас посмотрим в чем же этот туз любви в чем победа женщина тут несется на коне в чем победа в чем победа колесо фортуны женщина что-то меняет судьба меняет судьбой за руку идет отшельник обретение истины обретение знания познания того что человек мог отвернуться от света или подсветить засветить те темные стороны в которые в пал мужчина или впадает как бы мужчина и что он хочет по жизни туз мечей женщина все-таки здесь отказываясь принимать потому что ну как вам сказать даже по велению сердце предположим предположим вот было ощущение что есть у нее вот это чувство которое ее наполняет открывает но она понимает что все мужчина как бы действует неправильно или действует не по плану действует не так как надо действует не теми силами действует уходит от чистоты восприятия от чистоты движения или ну вообще уходит от чистоты у женщины хватает силы сесть на коня и ускакать судя по всему взять этот меч и уйти и это туз пентаклей и это дало возможность вот тут есть уход в одиночество и это скорее всего как я понимаю ну дает свет дает свет на вот проливает свет на жизнь х королева жезлов чего женщина возвращается в свою жезловую ипостась что ли девятка кубков рыцарь жезлов а вот эти карты и были я еще думала и вам рассказывала о чем это сражение что она отстаивает что она показывает и тут король мечей действительно в вопросе того как ты действуешь какие твои дороги какими путями ты будешь идти какие дороги ты открываешь а возможно будешь следовать за мной или пойдешь против меня эта любовь принесет благо или будет как бы ну немножечко не в том настроение любви скажем куда пойдут эти дороги вот такая победа женщина своим уходом или обретая некую независимость от любви можно сказать или от любви этого мужчины или ставя его в положение отшельника или выбирая сама вопрос отшельничества ну то есть я не буду вовлекаться в то что ты мне предлагаешь не буду не возьму и не пойду все точка я иду своим путем и вопрос тут как бы не надо не надо прогибать пространство потому что я все равно не буду соглашаться и женщина начинает входить видите жезловая мазь все равно здесь как-то очень интересно слушайте тут случайно люди по по кругу не бегали параллева кубков четверка пентаклей четверка мечей четыре четыре могу не бегать бегали по кругу или нет ну пока не скажу что бегали скорее всего нет каждый сидел в своей тарелке видите мужчина со своими розами сидит тут и женщина на розах возлежит так сказать каждый в своей тарелке но женщина как я предполагаю королева кубков видите опять те же те же аспекты королева кубков ой извините королева жезлов переходит кубковую королеву как нами показали при первой как бы щитки переоткрытие женщина тут закрывает вопрос любви просто ну как бы приостанавливает закрывает делает этот ход видите уходит вот то что могло развиваться она ставит вот на эту паузу ну ну да это действительно пауза по отшельнику как бы при том что за что мы будем бороться какой канат мы будем перетягивать кто кого или зачем или почему ну то есть здесь какое будущее мы идем кто что транслирует и дело в том что именно женское восприятие здесь оказалось все-таки на высоте победа в принципе как я понимаю именно за женщиной так смотрим туз кубков любовь любовная прекрасная история ой девчонки пожалуйста поддержите расклад вот читаю историю видите какая из потока пришла ну вот и решили так показать возможно девчонки заждались я понимаю что на празднике как бы я немножечко ушла так сказать девочки ладно поехали туз кубков давайте покажите нам туз кубков ой императрица все дайте император и мы закончим расклад пожалуйста пожалуйста королева пентакли хорошо женщина женщина смотрите давайте так семерка мечей действительно вопрос того что туз кубков женщина в своей женской энергии полностью здесь для нее набор любви идет здесь чувств любви восприятия то что должно открыться для нее есть семерку сейчас мы посмотрим то ли она как бы строит свою опять иерофант что же такое оно и там так шло сейчас мне надо понять колесо фортуны ну в принципе это далеко идущие планы у женщины и открывается какой-то любовный поток действительно и это карта скорее всего будет говорить за и все равно идет рыцарь мечей карта силы что я это я это чувствовала по кругу что ли ой ой мамочки родные девочки но для кого-то смотрите кто-то давайте так я как всегда говорю что я рассказываю историю с потоков какое вы имеете отношение к этой истории решаете только вы но это неплохо это даже очень хорошо потому что здесь и есть идет опять же процесс проработки на новом уровне новый жизненный цикл и виточек но для кого-то кто уже проходил вот как я сказала что люди уже как бы были в цикличности все таки для кого-то это может быть действительно та ситуация что люди как бы проходили по вопросу изучения вот силы силенки друг дружки для кого-то это будет вопрос в первого впечатления для кого-то это будет закрытый уже как бы жизненный цикл и вы проходите на новом уровне восприятия да здесь вопрос того что очень-очень близко стоит вопрос стоит вопрос вхождения вот этой любви по-новому или 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 новой любви или или разрешение этого вопроса разрешение этого вопроса ну вам тут не отвертеться ну что я вам скажу ну не отвертеться здесь здесь никто кроме вас девочки но это ваша любовь это ваш человек это ваша мужская энергия император ну держите ну что я смотрите я могу сказать чуть-чуть помягче это не обязательно может быть такая какая-то знаете очень скверная тяжелая энергия это может быть сильный властный человек человек при статусе человек который командует чем-то кем-то и тому подобное этот человек в конце концов может проходить ну вот овен по знакам зодиака к примеру ну ладно этом нет это это сюда не подойдет потому что потому что ну потому что я ставила в самом начале как бы уже выставила имбирь что мы смотрим на императора и императрицу мы не можем смотреть только-только вот знаете женщину по венере и мужчину по ум на полом ну ну как-то 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 так но дело в том что то что скрыто от вас то что скрыто от вас от женщин ну как вам сказать давайте если по мягкому вы должны приручить приручить грубо говоря по мягкому этого императора чтобы он снял вот эти свои демонические рога грубо говоря ну вот чтобы он перестал прогибать пространство для мужчин я даже не знаю что тут сказать если смотрит мужчины если с вами соответствует то я даже не знаю как каким образом по такой энергии сюда мог забрести такой мужчина поэтому у меня даже нет нет слов чтобы что-то сказать потому что говорит не прогибайте это ну такой мужчина он не слушает вообще никого и ничто есть только он пока он не испытает на собственной шкуре на собственных рогах на собственной заднице или еще как-то по-другому он не перейдет на другой уровень в этом он и весь но дело в том что такого мужчину это бич его не привлекают другие женщины кроме как его истинной женщины другие женщины ему невкусные да он может ими владеть сколько угодно в упряжку их загонять и погонять вот это такой мужчина да но это ему совершенно не интересно ну как-то ну я могу погонять на лошадях но и все ну как-то ну и все развернулся и ушел понимаете в чем дело его интересует только его собственная женщина он все идет к этой женщине но когда он приходит и когда он нарывается грубо говоря на на свою собственную миленькую любименькую энергию у него вспыхивает первонаперво ах как так или ах так или еще как-то так ну потому что вопрос не то что зеркало и то есть с одной стороны отражения но это с разбегу на ну как бы с разбегу об стенку и сначала он 0 отряхивается что ли потом он пробует на вкус ну такие мужчины не сразу то есть они даже не то что не сразу открывают они вообще свое сердце не то что не открывают им чтобы впустить женщину в свое сердце вот это действительно должен прорасти вот этот туз кубков в туз истинный грааль в его сердце и он должен его изменить изнутри но смотрите если этот этот ваш истинная любовь этот ваш истинный мужчина уже возле вас и вы вместе с ним он жизнь отдаст по сути за вас за свое грубо говоря если так сказать за вас за любовь он будет защищать если вдруг любыми причем способами любыми и в таком случае этот мужчина может открыть в себе но ему будут подвластны и одна сторона медали скажем и другая сторона медали может ли он быть очень плохим в жизненных ситуациях со своей женщиной ну смотрите жизнь есть жизнь жизнь есть жизнь для этого в принципе женщина в себе воспитывает императрицу чтобы знать как и и и это ну само собой и жрицу и по карте сила мягкой силой и императрица правит любовью потому что такого мужчину можно ну как бы тоже как бы держать везде только через любовь и через истинную любовь и также через чашу грааля также через душу вы должны понять мы все живем здесь в этой планетарной системе и все люди без исключения наделены и одной и другой стороной и какого волка вы кормите в принципе такое преимущество имеет ну или кто чем управляется в этой жизни ну ну что я могу сказать если показывают в любом случае шестерку губков на туз кубков видите как и все равно вы идете в эту семерочку пентаклей медленно но уверенно взвешивая каждый шаг каждый шаг вот смотрите солнце семья и видите потому что перетягивание каната отстаивание ваших интересов все равно скорее всего будет сквозить сквозь всю вашу жизнь я бы говорила вот так держите свою мечту все равно я бы говорила все-таки так чего я вам там наболтала уже уже больше часа хотела еще ну все и так уже больше часа ну не знаю ну как вышло так вышло я думала и реально какой-то очень сладкий будет у нас сегодня рассказ а вышло ну в принципе почему и не сладкий все счастья вам любви всего наилучшего до новых встреч пока пока пока